Поддержание мира и безопасности, урегулирование международных споров, развитие дружественных отношений между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, осуществление международного сотрудничества в экономических, социальных, культурных и гуманитарных областях, поощрение и развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех из различия расы, пола, языка и религии. Таковы основные цели, закрепленные в Уставе ООН одной из самых крупных международных организаций в мире. Днем образования организации считается 24 октября 1945 года. Устав ООН был подписан представителями 50 стран, позднее к ним присоединилась Польша и стала 51-м государством-основателем. В настоящее время членами ООН являются 193 государства. Наши отношения с ООН начались более двух десятилетий тому назад. Это было непримерно, а точно где-то в июле и августе 1992 года. Тогда стоял вопрос о приеме Грузии в состав ООН. Владислав Григорьевич обратился с письмом к генеральному секретарю ООН, в котором он говорил о том, что нельзя принимать Грузию в состав ООН в границах Грузинской ССР. Что Абхазия не входит в состав Грузии, и это надо учесть. Конечно, на это никто не среагировал. Грузия была успешно принята в ООН и ровно через 10 дней началась война. Власти Грузии вместо диалога с Абхазией предпочли применение силы, начав 14 августа 1992 года вооруженную агрессию против нашей республики. Организация Объединенных Наций тогда выполняла миссию наблюдателей и выступала посредником урегулирования грузино-абхазского конфликта. По окончании боевых действий Абхазия и Грузия начали при посредничестве ООН, Российской Федерации и СВСЕ переговоры. Одним из главных был вопрос о дальнейших взаимоотношениях двух стран. В переговорах под эгидой ООН Абхазия выступала как официальная сторона в конфликте, как международно признанная сторона в конфликте, которая официально подписывала целый ряд очень важных документов, чего не происходит сейчас в рамках современных женевских консультаций, потому что участники этих консультаций выступают в личном качестве. Более того, сегодня Грузия не признает Абхазию в качестве стороны в конфликте и рассматривает конфликт между нами, несмотря на то, что не подписано юридически обязывающего документа о невозобновлении военных действий, не подписано никакого соглашения о мире или как бы это соглашение ни называлось. Грузия исходит из того, что сегодня конфликт имеет место не между Грузией и Абхазией, а происходит между Грузией и Россией. Более тесные связи у нас начались после окончания войны. В 1993 году у нас была первая встреча в Женеве, это в конце ноября месяца. В конце ноября мы подписали меморандум о понимании, в котором по нашему настоянию были включены пункты о неприменении силы друг против друга, соглашения, которые сейчас в Женеве никак не могут подписать. Тогда мы пять раз подписывали такое соглашение, хотя Грузии не соблюдали, нарушали потом, но все-таки, так сказать, шли на это. Там же мы поставили вопрос и о вводе миротворческих сил. Для абхазской стороны очень выгоден был именно формат присутствия, формат ведения переговоров под эгидой ООН по нескольким причинам. Во-первых, потому что все-таки наш стратегический союзник, стратегический партнер Российской Федерации является членом Организации Объединенных Наций. Во-вторых, это постоянный член Совета Безопасности. И в-третьих, все-таки там была такая институциональная память ООН, потому что достаточно много раундов переговоров именно под эгидой ООН произошло. Документы, принятые ООН, являются основой международного права. Примером служит Всеобщая декларация прав человека и Устав ООН, где закреплен один из главных принципов – право народов на самоопределение. В последние годы очень много говорится о двойных стандартах. Так, право нации на самоопределение вступает в противоречие с принципом о нерушимости границ, который закреплен Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе. ООН, выступая за целостность Грузии, настаивает на том, чтобы Абхазия не могла реализовать свое право на суверенитет. При этом новые границы появляются в Азии, в Африке. Причем сама ООН активнейшим образом поощряет эти процессы, признавая новые государства, такие как Косово. Вот это-то и ставится в упрек организации. Существуют, так сказать, диктаты на этой организации объединенных наций. Это надо признать, они находятся на территории Соединенных Штатов. Вот нас туда не пускают, Соединенные Штаты. ООН предложает, они не пускают, так сказать. И не только вклад Соединенных Штатов финансовый, предположим, в ООН очень большой, значительный, но и влияние значительное на эту организацию. И, конечно, они, пока они могут, они не допустят, так сказать, тех шагов со стороны ООН, которые не устраивает Соединенные Штаты. Соединенные Штаты устраивает Грузия, которая находится в состоянии в напряженных отношениях с Россией. Это Закавказье. Здесь узел многих проблем. И от того, как решится вопрос Грузии с Абхазией, зависит очень многое для многих-многих государств. Во время событий августа 2008 года Совет Безопасности ООН не принял единогласного решения по ситуации в Южной Осетии, оставшись в стороне. Тогда перед угрозой войны оказалась и Абхазия. Беспомощность ООН и Совета Безопасности проявилась, потому что блокировали друг друга разные стороны. Мы видели, как это происходило. Я бы не сказала о том, что это как бы это позиция всей организации. Мы видели, что это была позиция Соединенных Штатов блокировать любые резолюции, которые предлагала Российская Федерация. И как бы проблемы ООН связаны именно с тем, что там стороны могут блокировать друг друга. В то же время это издержки от некоего баланса. Переговоры в Женеве под эгидой ООН остаются единственной площадкой международного уровня, на которой абхазская сторона может высказать свою позицию. Ограничения, которые были введены еще тогда, 20 лет тому назад в отношении Абхазии, они остались. Это то есть свобода передвижения, признание документов абхазских. Ну нет, в мире, так сказать, нас не выпускают из страны, если грубо говорить. Конечно, надо решить все эти вопросы. И площадка, Женевская площадка является важнейшей площадкой для того, чтобы ставить эти вопросы и доводить их до, так сказать, как бы сведения общественности мировой. Нельзя не сказать и о гуманитарной миссии ООН в Абхазии в послевоенный период, когда наша республика находилась в международной политической и экономической изоляции. Эти проекты не были масштабными, но они были весьма необходимыми. Безусловно, пока здесь существовала миссия наблюдателей ООН, они, в принципе, решали какие-то гуманитарные задачи. Они поддерживали, первоначально, кстати, пытались поддерживать только жителей Гальского района, как вернувшихся беженцев или тех, кто жил там. И, кстати, благодаря сотрудничеству с миссией ООН наших общественных организаций, наших неправительственных организаций и властей, которые тоже этому уделяли, и МИДу, который уделял этому большое внимание, мы добились того, чтобы программы, вот эти гуманитарные программы, которые реализуются миссией, не непосредственно миссией ООН, ООНовскими агентствами, они распространялись хотя бы первоначально на всю Восточную Абхазию. После признания независимости нашей республики Россией, миссия ООН завершила свою работу в Абхазии. Это произошло летом 2009 года. В Абхазии сохранились агентства ООН, это и агентства про ООН по развитию, и УВКБ, и ЮНИСЕФ. Я считаю, что это очень важно. Все-таки это наша связь с внешним миром. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть не скоро, но когда-нибудь Абхазия все-таки будет членом ООН, а это будет означать, что мы признаны как субъект международного права всеми, а не только ограниченным количеством стран. И для того, чтобы вот этот день когда-то настал, очень много вещей должно произойти внутри у нас, само собой, мы должны развиваться, быть состоятельным государством. В то же время один из элементов – это все-таки поддерживать эти международные связи. Мы не можем ограничиваться только теми пятью-шестью странами, которые признали нас. Все-таки пусть в долгосрочной перспективе, но это наша цель. Если наша цель – широкое международное признание, то мы должны, исходя из того, какие у нас силы, какие у нас возможности, как нас воспринимают в мире, использовать все международные контакты, которые возможны для того, чтобы говорить о себе, доносить правду о себе, говорить о тех проблемах, которые у нас есть, как мы видим их решение. И мне кажется, все-таки самое главное для нас – это наша внутренняя легитимность, это наша состоятельность как государство внутри себя, и тогда мы достигнем успеха, пусть медленно, но и на международной арене. Когда-то, конечно, встанет вопрос о приеме Абхазии в составе Организации Объединенных Наций, но это после того, как широкое международное признание получит. Я думаю, и в Грузии передумают свое, так сказать, отношение, пересмотрят. Там тоже меняется кое-что, меняется, я не скажу, что кардинально поменялось за эти два десятилетия отношение к Абхазии, нет, конечно, но ведь новые люди растут, новые люди приходят к власти, меняется многое, меняется, так сказать, люди начинают понимать, что Абхазия – это Абхазия, что это независимое государство, и с ним лучше построить отношения как к независимым государствам. Это для них же лучше. Одни считают, что ООН уже давно не справляется со своими функциями предотвращения вооруженных конфликтов и обеспечения реальной базы для мирного разрешения международных споров. Другие придерживаются мнения, что никакой альтернативы ООН пока не существует. 23 года прошло с тех пор, как закончилась война в Абхазии, но до сих пор не подписано соглашение о неприменении силы, и посредничество ООН видимого результата пока не приносит. Но важно другое. Для Абхазии, стремящейся к международному признанию площадки этой организации, возможность быть услышанными широкой мировой общественностью. Субтитры создавал DimaTorzok